Сегодня обсудим обновление припасов, расскажем про новые овердрайвы и запустим акцию с крутыми призами. Привет, танкисты! Сегодня много интересного. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! На этой неделе вышли обновленные припасы. Если кто-то из вас еще не в курсе, поясним. Время действия расходников снижено до 30 секунд. Кулдауны припасов от самих себя увеличены до 30 секунд. Зависимые кулдауны уменьшены, теперь возможно использовать всю люстру из собственных запасов. Изменен принцип работы ремкомплекта. Также улучшен боевой интерфейс, связанный с припасами. Активация и окончание работы расходников теперь сопровождаются звуком, а готовность к использованию еще и графическим эффектом. В общем, читайте подробности на сайте ТО или просто попробуйте обновление в игре. А вот чего ждали многие. Вышел овердрайв, который включает люстру себе и сокомандникам поблизости. В ближайших выпусках, в советах бывалого, расскажем, как правильно использовать нулевой припас. И главное, то, о чем мы заикались еще весной. Новые овердрайвы. Начнем издалека. Обратимся к истории. В танках онлайн семь корпусов, которые друг от друга отличаются броней, скоростью и немногоуправляемостью. Нас часто просят, сделайте новый корпус. Но зачем? Сделать еще один Хантер или Мамонт? Сколько мы не пытались сделать по-настоящему разные корпуса, более-менее получилось только с ВАСПом и Хорнетом. Разработчикам хотелось сделать корпуса такими же разными, как пушки, чтобы игроки выбирали корпус по принципу «вот этот геймплей мне нравится». Сначала решили сделать пассивные способности, но быстро отказались от этой идеи. Посчитали, что пассивке это скучно, а прожимать способность весело. Так и родилась идея овердрайвов, что каждый корпус должен иметь уникальную особенность. В том числе и поэтому мы уравняли ХП внутри классов корпусов, чтобы при покупке корпуса игроки выбирали по классу «легкий», «средний» или «тяжелый» и по овердрайву, а уже потом по остальным характеристикам. Механика овердрайва должна быть командно ориентированная и полезная в ДМе. Разработчики начали придумывать варианты, и их оказалось слишком много, а корпусов всего семь. Прежде чем выбрать способности на все корпуса и приняться за работу, решили попробовать одну механику в деле. Так и появился нулевой припас, который мы позже улучшили, и теперь у нас есть понимание, до какого уровня нужно делать остальные овердрайвы. Почему люстра? Почему припас? Потому что игроки знают и понимают эту механику. Она дает преимущество и в ДМе, и в командных боях за счет области активации. С выводом остальных овердрайвов нулевой припас достанется одному из корпусов. Остальные получат что-то свое. Прежде чем определиться с оставшимися шестью механиками, мы провели опрос на всех форумах игры. Ваше мнение во многом совпало с нашим. Вот какие способности мы выбрали. Первое. Раз есть включить гирлянду, будет выключить гирлянду. Способность будет отключать активированные припасы у всех врагов в радиусе и отправлять их на КД. Следующее. Танк бросает бомбу, которая взрывается и наносит огромный урон в большом радиусе. Удобно на флаге и голде. Третье. Способность на короткий срок улучшает параметры используемой пушки. Для баллонников это нескончаемый баллон и увеличенная дальность на время действия. Для остальных орудий это, как правило, увеличенная скорострельность. Страшно представить скорострельный гром или магнум. Четвертое. Танк бросает на землю генератор, который устанавливает высокий резист от пушек в радиусе. В такой области ты и твои товарищи могут вытанковать очень много урона. Едем дальше. Способность делает танк совсем неуязвимым и мгновенно убивает всех тараном. Но танк становится медленнее. Крутая штука на голде и защите флага, но действует совсем недолго. И последний овердрайв позволяет всей команде на некоторое время видеть сквозь стены всех врагов и их ХП. Кроме того, танк, который это применил, игнорирует все резисты врагов, пока действует способность. Уже можно прикинуть, как все эти способности могут помочь в бою и, что интереснее, как они будут взаимодействовать друг с другом. Усиливать одна другую или деактивировать. Мы намеренно не говорим, какому корпусу какой овердрайв достанется, пусть пока останется предметом суждения для танкистов. Посмотрим, совпадут ли наши мнения. Скажу одно, выбирая овердрайвы, под корпуса мы руководствовались их исторически сложившимися ролями. Привет! Видео недели. К сегодняшнему выпуску вам нужно было снять на гипно-серпухове в красной краске. Смотрим лучшее видео от танкиста Халдрин. На следующий раз сделайте что-нибудь на карте Кунгур в белой краске. Удачи! Не успел закончиться розыгрыш крутой клавиатуры на прошлой неделе, как у нас новый конкурс. Безумные выходные 3. Правила почти такие же, как мы делали в прошлый раз. За субботу и воскресенье вам предстоит крушить танки врагов, как всегда, вне про-битвах. Набей 400 киллов и получи 3 голда. За 800 фрагов тут мы немного снизили, приз, 5 голдов и 3 дня премиум аккаунта. За 2000 уничтоженных танков вы гарантированно получите 10 золотых, 5 дней према и защитный модуль Акула ТБ. Дальше больше. Среди тех, кто набьет 2000 и больше киллов, мы разыграем 2 танка мечты и 1 краску флоу. Ну, ту, которая анимированная. А теперь самое интересное. Игроки, уничтожившие 800 и более танков, будут участвовать в розыгрыше призов от компании HyperX. Гарнитура Stinger. Геймерская мышь Pulsefire. И механическая клавиатура Alloy FPS Cherry. Ссылки на все эти прелести в описании видеоблога. Гляньте, за что будете биться. Хайпернем немножечко. Ну и вишенкой на торте всего этого великолепия станут увеличенные фонды в Днепробитвах на выходные. Так каждая завершенная битва принесет вам на 50% больше кристаллов, чем обычно. В ближайший понедельник мы проведем короткий стрим, на котором разыграем все призы. Следите за новостями. На этом все, друзья. Хороших вам выходных. Пока. Неделю назад Магнум выстрелил в скопление танков на стадионе. Вам нужно было угадать, сколько из них выживет. Правильный ответ – два. Встречаем победителей. Сегодня вопрос такой. Магнум. Субтитры сделал DimaTorzok